Ну а далее у нас с вами будет возможность заглянуть в будущее. Съемочную группу ОНТ пригласили своими глазами увидеть, как крупнейший технологический гигант мира, компания Huawei, видит цифровой мир ближайших лет. Это, разумеется, не просто презентация. На давление со стороны США компания отвечает не сокращениями, а наоборот наращивает мощь. Месседж читается без специального перевода. Язык санкций не сегодня. Вообще, обратите внимание, как строится эта бизнес-модель. Это не просто завод, а целая экосистема от лаборатории, даже не до конвейера, а дальше, до создания целого техносообщества. Вот бы нам такого великий камень. Кто знает, возможно, его приход – это просто вопрос времени. Поживем – увидим. А пока слово Андрею Александрову, который побывал там, где будущее уже наступило. Крупнейший промышленный центр Китая, город Дунгуань, на несколько дней стал главным источником новостей в мире технологий. Компания Huawei созвала более пяти тысяч человек и впервые распахнула двери своего гигантского кампуса для прессы нашего региона. Более сотни зданий для 25 тысяч сотрудников. Масштабы поражают. Кампус компании выглядит, как 12 европейских городов. К примеру, этот огромный замок построили, вдохновившись германской архитектурой. А между миниатюрными городами курсирует по собственной железной дороге свой собственный швейцарский поезд. И надо сказать, препоны, с которыми столкнулся технический гигант после санкций США, оказались аналогичных масштабов, но все домыслы развеял исполнительный директор компании Huawei. С продажами все в порядке. И если торговые отношения с США станут проблемой, переход на собственную операционную систему не займет много времени. Мы создали свою операционную систему Гармония, которая не только работает на разных гаджетах, но и не требует от разработчиков переделывать одно и то же приложение под разные типы устройств. Приложения автоматически будут адаптироваться под смартфон, ноутбук или часы. Мы первые в мире, кому удалось это сделать. Huawei не отказывается от системы Android, и в то же время анонсирует всему миру нечто новое — платформу, которая научит гаджеты общаться между собой. Хороший пример тому — умный дом. Эта экспозиция демонстрирует концепцию смарт-жизни. Бытовая техника, телевизоры, игровые консоли, различные сенсоры и датчики — все эти устройства объединяются в единую сеть и могут управляться с помощью смартфона. На конференции показали и свежую графическую оболочку — более быструю, безопасную и универсальную. В основе дизайна — принцип золотого сечения. Это делает ее гармоничной и естественной. Новый интерфейс графической оболочки получился очень стильным. Не могу дождаться его на своем телефоне. Несомненный плюс — высокая скорость работы. И, конечно же, новые функции. В будущем в интернет будет попадать все больше персональных данных. Поэтому в Huawei создают безопасный продукт, которым спокойно можно пользоваться даже в аэрокосмической отрасли. Требования к себе очень высоки. По такому же принципу работают и над качеством. Производственная линия последнего флагмана выпускает до 3000 смартфонов в день. Для этого необходимо всего 17 человек. Все остальное делают роботы. Собирают системную плату, тестируют, добавляют аккумулятор, модули камер, дисплей. Снова тестируют, устанавливают прошивку и только потом кладут в упаковку. Тестовое устройство проходит через настоящую камеру пыток. Гаджеты крутят, в специальных барабанах гнут и роняют. После испытания на прочность сотрудники проводят более щадящие тесты. Кстати, в этих боксах проверяют работу пока еще засекреченных устройств. Здесь же тестируют 5G. Технологию с огромным преимуществом в скорости и зоне покрытия сейчас активно внедряют в Китае и Европе. Что касается Беларуси, переход на 5G зависит от многих факторов. Это доступность радиочастот, а также готовность бизнеса и инфраструктуры к инновациям. Мы в этом направлении сотрудничаем с многими странами и уже заключили более 50 контрактов. Мы лидируем в этой индустрии. И когда Беларусь будет готова, мы окажем всяческую поддержку. У компании уже есть устройство, работающее на 5G. Самый инновационный гаджет Huawei Mate X. Дату старта продаж смартфона с гибким экраном пока не раскрыли, а на конференции показали всего лишь один экземпляр, и тот спрятали под стекло. Но нашей съемочной группе удалось первыми заполучить новинку прямо в руки. Этот телефон действительно производит вау-эффект. И еще несколько лет назад идея сгибающегося экрана казалась чем-то нереальным. Сегодня мы это держим в руках, и этим можно пользоваться. В Шанхае журналистам показали огромнейший павильон с возможностями того самого будущего на грани. Компания Huawei активно трудится над технологиями смешанной реальности. Над многим нужно еще работать, но все это совсем скоро станет частью огромной экосистемы устройств, которой можно будет управлять одним лишь смартфоном. Андрей Александров, Игорь Хвиченя, Контуру Китай.